На скамье подсудимых 54-летний Алтай Аншибаев в службе в органах внутренних дел он отдал более 20 лет. Дослужился до звания полковника и вполне высокой должности. В нашем регионе он был заместителем начальника ДВД. И так Аншибаева обвиняют в расстрастие средств, которые выделили из бюджета на ремонт здания отделов полиции. Но сам бывший полицейский свою вину не признает. Десятый месяц, 10 месяцев сижу в тюрьме. Спрашивает за что? У меня больная печень, у меня гепатит давно был, а сейчас выявили онкологию. Однако следствие утверждает, что Аншибаев на места проведенных ремонтных работ здания отделов внутренних дел не выезжал и вообще толком не проверял само качество ремонта. Адвокат посудимого Тамара Сарсенова, в свою очередь, заявил о грубых нарушениях прав Аншибаева и норм УПК, которые допустили следователи. Сегодня отделы высокопоставленного полицейского обросло новыми подробностями. С ними в довольно эмоциональной форме поделился сам Алтай Аншибаев. С его слов, неприятности у него начались после смены начальника ДВД. То есть, когда у руля ДП стал Мохамбет Абисатов. Последний, якобы деньги, предназначавшиеся для установки блокпостов дорожной полиции, направил на приобретение служебных авто. Но в середине декабря, 17 года, начальник меняет свое решение и дает команду, что эти блокпосты не нужны. Я ему говорю, как же так, бюджетные деньги уже заплачены. Кто же за эти деньги будет отвечать? Получается, мы на миллион бюджетных денег закопали в землю. Впервые же надо было окончательно решить, будем мы это ставить, блокпосты или нет, а потом браться за дело. Но целевые, не целевые расходы, все равно начальник ДВД допустил. И на эти деньги, предназначенные на блокпосты, он купил автомашины. Напомним, Алтай Аншибаев был председателем комиссии, которая отвечала за выполнение ремонтных работ. Оказалось, что при ремонте были допущены недоделки, ущерб от которых 6 миллионов тенге. Сам же бывший сотрудник силового ведомства уверяет, что не воровал бюджетные деньги. Сидя в камере, он все эти месяцы лично подсчитывал все суммы и делал вычисления по договорам и сметам. Говорит, что таким образом сумел наоборот даже сэкономить 24 миллиона бюджетных средств. Ну а те, кто дал показания против него, пытаются уйти от уголовного преследования и отвоевать себе свободу. Асто Айко Митрин Солючев, начальник ДВД, сам договаривался уже. И уговорил директора ТО Ильясова Хайдара не подавать иск в ДВД. Этот Ильясов Хайдар, он сейчас работает, он депутат мажориста областного. Депутат, если спросит, он все знает об этом. И пообещал ему, что в новом, в 2018 году ДВД будет заключать с ним новые договора и возместить ему этот ущерб. А как он это собирается делать, я тогда сказал начальнику ДВД. В этих аферах я не буду участвовать. Сами договаривайте, сами расторгайте договор. Вот такие натянутые у нас были отношения. Я требовал, я отвечал за этот участок работы, я подписывал эти документы. А человек, который не подписывает, хочет моими руками сделать эти нарушения. На этот раз меня закрыли, чтобы осудить, чтобы я не мог ничего не доказать. Я даже не могу в кабинете, в котором были документы, показать следствию. Мне не разрешили. Я записывался на прием, два раза записывался на прием начальника от Финполиции. Когда пришел, тот начальник ушел, новый начальник пришел, я думал, по-новому все будет. Я ему все вот это сказал. Товарищ Мухаммед мне тоже говорит, подпишите соглашение и домой пойдите. За своего мужа сегодня заступилась и супруга Аншибаева, судью Гульнард Лепову. Она уверяла, что ее муж – профессионал своего дела, единственный кормилец в семье, в которой, кстати, воспитываются четверо детей. Супруга Аншибаева просила его оправдать. Прокурор же, напомним, просил наказать Аншибаева шестью годами лишения свободы. Адвокат Тамара Сарсенова просит частично признать вину своего подзащитного за то, что Аншибаев не досмотрел, не доглядел, но и наказать его только рублем, не лишая свободы. Ожидается, что уже завтра будет вынесен приговор по данному нашумевшему делу. Начальник ДВД изготовил этот ролик, я его не видел, но вот супруга видела. Меня обозвали коррупционером, решения суда нет, я уже коррупционер. Может, я оправдаюсь, откуда он знает? Может, не докажет? Лиза Цекива, Сергей Калашников, программа «Факт». Данные бумаги не могут быть веществом показателя подписи и печати.